Добрый день, дорогие читатели! 23 октября 2022 года исполняется 90 лет со дня рождения знаменитого писателя Василия Ивановича Белова. Родился Белов на Вологодчине в деревне Тимониха в 1932 году. Первой книгой автора стал сборник стихов «Деревенька моя лесная». Тогда же была опубликована его повесть «Бертяйка». Известность пришла к Василию Ивановичу с выходом в свет повести «Привычное дело». Среди знаменитых произведений писателя также «Почерки лад», «Плотинские рассказы», «Роман кануны». Белов вошел в историю русской литературы как один из родноначальников деревенской прозы. Сегодня мы обратимся к рассказу писателя под названием «Рома». В произведение входит цикл «Рассказы о всякой живности». Главные герои цикла – простые деревенские люди – Федя и его жена Елена, которую все называют Егоровной. Повествование в рассказах ведется от лица автора, случайно оказавшегося в деревне. Главной темой рассказов о всякой живности – любовь к своему дому, к родной природе, к животным. Об одном из животных и пойдет речь в рассказе «Рома». Кто же он такой и что с ним случилось? Сейчас узнаем. Итак, Василий Белов, «Рома». Однажды ранним утром я пропудился от странного низкого звука. Вроде бы ревел двигатель пролетающего реактивного самолета, но звук то и дело прерывался. Нет, на самолет не похоже. Машины тоже так не рычат, даже когда буксуют. Этот рев приближался. Я выбежал за угол и порядком струхнул. Громадный бык шел напрямик. В нем была добрая тонна весу. Он даже не взглянул на меня, с низким печальным угрожающим ревом прошел мимо. Изредка он останавливался, клонил большую рогатую голову и скреб землю копытом. Из-под копыта далеко назад летели дерновые клочья. Он уходил все дальше и дальше по дороге к центральной усадьбе. В тот день я не узнал о нем ничего, но на следующее утро все повторилось точь-в-точь. По деревне снова прошел бык. Что такое? Второй? На третье утро опять то же самое. Непонятно. Сколько же всех быков на ферме? Егоровна рассказала мне, в чем было дело. Быка по кличке Рома перегнали недавно с центральной усадьбы на ферму Егоровны. Когда его выпустили утром со двора, он не захотел ходить в новом стаде. Несмотря на все старания пастуха, он пошел домой, обратно на свою центральную ферму. Оглашая деревню печально угрожающим ревом, Рома прошел километров пять и остановился у дорожной развилки. То ли от того, что не знал, какую дорогу выбрать, то ли из-за оводов бык не решился идти дальше и замешкался. Конные пастухи догнали его и возвратили куда положено. Однако на следующее утро он снова пошел туда, где привык. Его неудержимо влекло к знакомому стаду в родные места. Но, по-видимому, он забыл дорогу домой, потому что каждый раз останавливался у развилки. Так повторялось много раз. Наконец пастухам надоело ездить, и они махнули на Рому рукой. Непрекаянный, одинокий, бык бродил около деревень, тоскуя по дому. Иногда он останавливался и подолгу стоял на одном месте. Что таилось в этой большой голове? В печальных круглых, отливающих синевой темных глазах сквозило что-то нездешнее и тоскливое. Но иногда глаза Ромы наливались кровью, и он с Левом начинал отбрасывать землю копытом. Теперь на него никто не обращал внимания. Рому даже не пытались загонять на двор. Он ночевал, где придется, то в поле, то в старом гумне. Видя, что никому не нужен, бык перестал даже реветь. Целыми часами он стоял в поле и бесцельно бродил у стогов. В один прекрасный день в деревню с руганью прибежала Лидия. Оказывается, бык перекувырнул сметанный ею стог сена. После этого Рома перекувырнул еще несколько стогов. Я сам видел однажды, как Рома бродил около стога, потом вдруг подцепил стог под самое основание. Стожар был крепкий. Стог качнулся, но не упал. Я был далеко и закричал. Хотел бежать с палкой, чтобы отогнать Рому от стога, но струсил. Да было уже и поздно. Рома уперся ногами в землю, зарылся рогами в сено, и на моих глазах стог повалился на бок. Что значили какие-то четыре-пять сентнеров для такой туши? После этого его уже не выпускали из стойла. Все перевернутые стога пришлось переметывать. Так отомстил людям этот бык за то, что перевели на чужбину. Вот такой печальный, но очень поучительный рассказ мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова множество книг Василия Белова. Пожалуйста, приходите, читайте и открывайте для себя творчество этого замечательного писателя. Спасибо большое за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok